Прежде всего, я бы хотел выразить благодарность организаторам конференции за возможность выступить с докладом, рассказать о той работе, которой я занимался. Я представляю две организации. Это институт медицинской приматологии, и до этого я работал в лаборатории канцерогенеза и старения в МИЦ-онкологии имени Николая Николаевича Петрова. И сегодняшний доклад будет о той работе, которая выполнялась в рамках лаборатории канцерогенеза и старения. А именно он будет посвящен тому, как мы применяли имеющиеся у нас методы экспериментальной онкологии для оценки противоопухолевой эффективности нового платино-содержащего препарата BBC1. Прежде всего, я бы хотел сказать пару слов об истории отечественной онкологии. В этом году исполняется 95 лет со дня создания первой экспериментальной онкологической лаборатории. Создана она была как раз в Институте онкологии Петрова, Николай Николаевичем Петровым, в 1926 году. И это старейшая и ныне действующая лаборатория территории Российской Федерации. Если говорить про методы, которые есть в арсенале экспериментальной онкологии, то их достаточно большое количество на сегодняшний день. Это классические клеточные культуры 2D и более продвинутые культуры с использованием 3D-технологий. Погружные или клетки, растущие на поверхности. Кроме этого, применяется большое количество животных биомоделей. И на них имеется возможность моделировать опухоли путем перевивки опухолей. Это перевиваемые опухоли крыс, мышей. Они могут различаться по генетической характеристике. Реже используются другие виды животных, такие как рыбы или приматы. Про приматов сегодня Сергей Владимирович уже рассказал. Кроме этого, используются спонтанные опухоли у животных. Чаще всего в онкологических моделях. Это опять-таки грызуны со спонтанными опухолями. Есть возможность индуцировать опухоли химическими радиационными воздействиями. При этом достаточно высокая специфичность и частота возникновения опухолей на хорошо отработанных моделях. И большое применение сейчас получают генетически модифицированные линии животных, у которых имеется та или иная генетическая предрасположенность к возникновению спорадического спонтанного рака. Вообще, если говорить об актуальности изучения новых противоопухолевых препаратов, то это связано с тем, что, к сожалению, заболеваемость онкологическая в общем не снижается. И Международное агентство по изучению рака в рамках проекта Cancer Tomorrow прогнозирует увеличение ежегодно диагностируемых новых случаев до 28,4 миллионов случаев в год к 40-му году. При этом на сегодняшний день платиносодержащие препараты являются одними из наиболее широко используемых в лечении опухолей различных локализаций. Половина химиотерапевтических режимов включает препараты на основе платины. Среди препаратов платины прототипом является цисплатин. Он был открыт более полувека назад, его противоопухолевая активность. Несмотря на активные исследования в этой области, только еще два препарата используются широко во всем мире. Это коробоплотин и оксалиплатин. И несколько препаратов имеют национальный статус регистрации в Китае. Кореи и Японии. Но при этом работы по созданию новых препаратов на основе платины ведутся. И одно из перспективных направлений – это создание препаратов с физиологически активными элегантами. И в частности на основе полифенольных веществ. И вот как раз с подобным препаратом нам пришлось столкнуться в рамках работы лаборатории. Проводилась оценка препарата цискоординированных комплексов платины с полимером вензолполикарбоновых кислот, полученных из лигмин. Этот препарат разрабатывается для лечения метастатического рака молочной железы у пациента с исчерпанными возможностями. В опытах мы использовали препарат, который был предоставлен из стерильного водного раствора однопроцентного компанией «Ной при Санкт-Петербурге» России. Мы использовали несколько моделей для оценки противоопухолевой активности этого препарата. Одна из моделей включает в себя перевиваемую модель рака молочной железы у мышей с использованием штамма опухоли Эрлиха. Опухоль иницируется подкожно в зону правого бедра мышам. И через 48 часов после прививки начинается введение противоопухолевых препаратов. И на данной модели мы проводили сравнение активности препарата BPC-1 с цисплотиновой карбоплотином. Вторая модель, которая была использована, это алтохтонные опухоли толстого кишечника, которые индуцированы были у крыс пятикратным еженедельным введением 1,2-диметилгидрозина. Это канцероген, который специфически вызывает множественные опухоли нисходящего отдела толстой кишки у крыс и у некоторых линий мышей. Причем эти опухоли обладают сходным гистогенезом со спорадическим раком толстой кишки у человека. Опухоли возникают через пять месяцев после первого введения 1,2-диметилгидрозина. Макроскопический вид и гистологическая характеристика на фотографиях справа представлены. И вот в возрасте пяти месяцев после первого введения канцерогена мы начинали вводить тестированные препараты. Всего в течение месяца было 12 введений препаратов выполнено. И сравнение проводили с таким препаратом, как 5-2 раций. И третья модель, которая была использована, это модель аутохтонных опухолей молочной железы у мышей трансгенных, которые несут крысиный эпидермальный рецептор эпидермального фактора роста HR2-ню. Эти мыши характеризуются возникновением множественных спонтанных аденокарцином молочных желез в возрасте около 6 месяцев. На фотографиях тоже представлен внешний вид животного и гистологическая картина. Эта модель является общепризнанной мировой моделью парцином молочной железы. И здесь мы сравнивали эффекты препарата с препаратом поклитоксил. Для оценки эффективности противопухолевого воздействия мы использовали три подхода. Первый подход включает в себя изучение динамики объема опухолевых узлов, который высчитывается на основании измерения двух размеров опухоли. Также определяли торможение роста опухоли, как отношение разницы объемов опухоли между контрольной и опытной группой. И третий критерий – это был использован критерий для оценки общего терапевтического ответа опухоли по аналогичному рецист-критерию. При этом мы отмечали стабилизацию при изменении исходного максимального размера опухоли в пределах от 25%, увеличение до уменьшения на 30%, частичный ответ – как уменьшение максимального размера до 99%, и полный ответ – как исчезновение опухоли. Прежде чем начать исследование, у нас стоял вопрос выбора оптимальной дозы для изучения. И что касается цисплатина и карбоплатина, в литературе достаточно ограниченные были данные на момент начала исследования по тем дозам, которые работают у мышей на модели опухоли Эрлиха. Поэтому мы проводили такое пилотное исследование и подбирали максимально переносимые дозы. Это те дозы, которые обычно используются в моделях перевиваемых опухолей у животных и сопровождаются гибелью незначительного числа, не превышающего 10% животных. Но мы выбрали для исследования дозы, которые вообще не вызывают гибель, то есть близких к максимально переносимым, и вот они выделены красным шрифтом. При этом эквемолярные дозы по платине, они выделены для цисплатина и карбоплатина синим цветом. И достаточно хорошо видно, что эквемолярные дозы по платине цисплатина привозят к гибели всех мышей при одном и том же пути введения. А при введении эквемолярной дозы карбоплатина эффективность противоопухолевая несколько ниже. То есть мы выбрали дозировки, которые примерно где-то 50% торможения роста опухоли вызывают. И подтверждали этот пилотный опыт в более большом эксперименте. И вот здесь показаны результаты. Мы видим на левой диаграмме динамику изменения объема опухоли во времени. И как раз на всех сроках мы регистрируем примерно 50% торможение роста опухоли. То есть мы получили сопоставимыми в тех дозировках, которые использовали, близкие к максимально переносимым, примерно одинаковую противоопухолевую эффективность всех платиносодержащих препаратов. При этом, если говорить о токсичности, то препарат BPC-1 мы вводили многократно. И в режиме 3 раза в неделю. То есть суммарная дозировка значительно по платине превышала те дозы, которые получили животные со стандартными препаратами. И на основании этого мы считаем, что токсичность этой композиции гораздо меньше, потому что повторное введение цисплотина и корбоплотина в таких же дозировках в течение недели животные, как правило, не переносит. Ну и дальше встал вопрос, в принципе, какой же путь введения для оценки препаратов платиновых является оптимальным. Мы использовали три пути введения. Это подкожное введение, внутримышечное, внутребрюшинное. При подкожном введении препаратов мы сравнивали с цисплотином BPC-1 и использовали достаточно высокие дозы, которые максимально переносимы. Однократное введение и девятикратное на протяжении нескольких недель, пока животные не погибают или не достигают больших опухолей, что требует эвтаназии. Мы получили примерно торможение роста опухоли порядка 60% как для цисплотина, так и для препарата BPC-1. И однократное введение обладало несколько меньшей терапевтической эффективностью, на основании чего мы сделали вывод о том, что многократное введение более предпочтительно. При этом увеличивалась продолжительность жизни животных, что свидетельствует также о достаточно хорошем противоопухолевом эффекте. И больше 100% было увеличение продолжительности жизни при применении как раз дозировки 62,5 мг и цисплотина в максимально переносимой дозе 5 мг на килограмм. При внутримышечном введении препарата мы получили несколько меньшую эффективность противоопухоли, как цисплотина, так и изучаемого нового препарата. При этом сопоставимые были цифры по торможению роста опухоли с препаратом сравнения. То есть на основании этого мы можем сделать вывод о том, что внутримышечное введение препаратов платины для мышей не совсем оптимальный путь введения, но тем не менее для пациентов, вероятно, все равно внутримышечное введение может рассматриваться как возможное. При внутримышечном введении мы получили для цисплотина аналогичные показатели торможения роста опухоли, а для препарата BPC-1 значительно более высокие цифры торможения роста опухоли до 90%. Но при этом внутримышечное введение сопровождалось нежелательными явлениями, вероятно, системной токсичностью, что привело к укорочению продолжительности жизни животных. Поэтому внутримышечное введение мы не рассматриваем как возможный путь для введения этого препарата, потому что это было во всех уровнях доз излученных. И если рассматривать внутривершинное введение как аналог внутривенного для пациента, то внутривенное введение этого препарата также было исключено из потенциально возможного для пациента. Поэтому для пациентов на основании вот этих исследований мы считаем оптимальным внутримышечное все-таки введение курсовое. Далее мы проводили оценку на модели опухолей толстой кишки, индуцированных 1,2-1,2-гидрозином, для того, чтобы оценить возможный спектр противоопухолевой активности. И, кроме того, использование индуцированной модели, в отличие от перевиваемой, позволяет провести оценку на опухолях, где мы ожидаем наличие разных молекулярных характеристик в силу различных нарушений генетического аппарата под действием канцерогенного воздействия. А в отличие от перевиваемой опухоли, где используется один штамм, все определяется чувствительностью только этого конкретного штамма. И, значит, какие здесь были результаты полученные? В контрольной группе мы на момент окончания эксперимента препараты, я напомню, мы начинали вводить где-то в районе 5 месяцев после воздействия канцерогена. И через месяц мы проводили эвтаназию животных. В течение месяца осуществляли введение препаратов. В контрольной группе 82% животных имели опухоли по данным аутопсии. А все воздействия препаратами привели к уменьшению частоты животных с выявленными опухолями. Причем мы наблюдали хорошую гозозависимую активность для композиции, для препарата ВПС-1. И сопоставим был эффект с действием 5-теру-рацилла. Кроме того, уменьшалось среднее количество опухолей на животных. Поскольку в данной модели достаточно часто мы видим более одной опухоли, формирующейся в нисходящем отделе толстого кишечника. И третья модель, которая была использована для оценки противоопухолевой активности препарата ВПС-1, это модель карцином молочной железы, который формируется у мышей трансгенных по гену рецептора эпидермального фактора роста. Эта модель, вероятно, наиболее приближена к клинической ситуации, так как у многих пациенток именно выявляется данный рецептор как фактор, способствующий развитию опухолей. И какие были здесь полученные результаты. У мышей возникало достаточно большое количество опухолей, у всех животных возникали опухоли. И при проведении лечебных воздействий мы не получили различий по количеству стабилизации опухолей на группу. Здесь использовали этот параметр, поскольку опухоли возникали в различный период от начала лечения. И использование такого параметра, как объем опухоли в динамике, не позволяет провести адекватную тематическую обработку. По количеству стабилизации мы не получили какого-то значимого противоопухолевого эффекта как от изучаемого препарата, так и от препарата сравнения по клитокселу. При этом интересным был другой результат. Мы примерно в 13-12% случаев зарегистрировали полные ответы на воздействие препаратом BPC-1 и в небольшом проценте случаев по клитокселу. Средняя продолжительность полных ответов была не очень продолжительная, несколько недель, но с точки зрения ожидаемой продолжительности жизни мышей на этой модели, это достаточно длительный эффект. Полученные данные, в принципе, согласуются с довольно низкой чувствительностью данной модели к химиотерапевтическим воздействиям. Таким образом, проведенные исследования позволили нам сделать ряд выводов о том, что, во-первых, препарат новый BPC-1 обладает противоопухолевой активностью, сопоставимой с цисплатином и карбоплатином на модели карцинома Эрлиха при меньшей токсичности. Противоопухолевая активность препарата достаточно широкая, она была выявлена также на модели опухоли и толстой кишки крыс, индуцированных 1,2-1,2 гидрозином, и подтверждена в отношении спонтанных карцином молочной железы. Результаты исследования позволяют говорить о широком спектре активности, но о достаточно умеренной противоопухолевой активности, поскольку частота животных, в отношении которых был получен противоопухолевый эффект, она не абсолютная. И препарат в широком диапазоне ДОС проявляет противоопухолевую активность, причем как в режиме монотерапии, так и в комбинации с известными противоопухолевыми препаратами. И полученные результаты позволяют нам говорить о перспективности дальнейших клинических исследований для оценки этого препарата как низкотоксичного средства с возможностью длительного применения для стабилизации заболевания возможного пациента с распространенным заболеванием и исчерпанными возможностями. На этом мое сообщение окончено. И, пользуясь случаем, я также, как и Сергей Владимирович, хочу пригласить всех по возможности приезжать к нам в институт, познакомиться с тем, в институт медицинской приматологии, познакомиться с тем, что у нас за учреждения, какие возможности есть для совместной научной работы. Благодарю всех за внимание. Продолжение следует...